Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем слова Христа из 14 главы Евангелия от Луки, 24 стих. В синодальном переводе этот стих заканчивается таким выражением «Ибо много званых, но мало избранных». В действительности мне могут возразить, разве вы не знаете, что большинство рукописей не содержит в себе этих заключительных слов, и поэтому не во всех переводах они встречаются. Но в синодальном переводе они есть. Но зато эти слова мы встречаем во всех рукописях аналогичного эпизода в Евангелии от Матфея. Эти слова заканчивают собой притчу о званных и избранных. И, конечно, эта притча хорошо знакома всем, кто любит Евангелие и ее содержание, ее нравственную весть каждый из нас знает. Но вот обратимся к этим заключительным словам, которые тоже вошли в наш привычный обиход, когда мы хотим сказать о том, что кто-то побеждает в конкурсе, в соревновании, кто-то набирает больше очков, баллов, голосов. Вот он и есть те немногие, кто оказываются избранными, хотя участвовали многие. И поэтому смысл этой притчи становится вот таким понятным нам, потому что действительно не все побеждают в соревновании. Поэтому много званых, но мало избранных, мало победителей. Олимп не для многих. Здесь есть, конечно, некоторая проблема, потому что буквальный греческий текст содержит немножко другое значение. Привычное нам понимание этих слов восходит к латинскому переводу, который вот осталось у всех на слуху. Но самое трудное понять то, что в действительности на Перу оказывается гораздо больше избранных, чем те, которые были званы. Просто от того, что эти слова званы и избранные чуть-чуть в нашем обиходе меняются своими местами. Если буквально понимать смысл этой притчи, на Перу за столом праздника окажется гораздо больше народу, чем та немногочисленная элита, которая была изначально приглашена. Похожую историю притчу о званых избранных мы встречаем в Евангелии от Матфея. И там есть дополнительные штрихи, которые направляют нашу мысль в таком пессимистическом ключе. Во-первых, там пир устраивает некий царь, и это свадебный пир наследного принца. И вы можете себе представить, если некий великий царь устраивает свадебный пир в честь своего сына, то весь народ, конечно, хочет участвовать в нем. И, естественно, на этот пир приглашаются немногие. И проблема возникает в тот момент, когда те немногие званные начинают отказываться один за другим. И в Евангелии от Матфея есть другой штрих, который еще больше нагнетает некий страшный аспект этой притчи. В конце концов, на Перу оказывается человек не в брачных одеждах. И этого человека выбрасывают во тьму внешнюю, он осужден. И у нас всегда возникает некое недоумение, почему, за что его так наказали. И вот здесь приходит на помощь это выражение. Много званых, но мало избранных, поэтому не спрашивайте, почему его выбросили. Хотя, в принципе, проблему этого человека можно понять. Если кто-то приходит на свадебный пир совсем не для того, чтобы разделить радость всех собравшихся, не для того, чтобы участвовать в празднике, а просто для того, чтобы насытить свои физические потребности или, наоборот, испортить праздник другим, то, конечно, что ему делать на этом празднике? Ему не остается на этом празднике места, и поэтому он оказывается вовне. Это вот те штрихи, которые есть в Евангелии от Матфея, но в Евангелии от Луки все гораздо проще. И здесь мы видим просто хозяина, который устраивает большой пир и приглашает многих. Теперь очень важно понять значение слова «избранный». Дело в том, что в греческом языке слово «эклектои» совсем не означает тех, кто побеждает в соревнованиях или выигрывает конкурс. «Избранные» имеется в виду любимчики. И, конечно, здесь мы прекрасно понимаем, что речь идет о каких-то фаворитах, о том народе или том круге людей, которые пользуются особым благорасположением хозяина. Поэтому уже здесь очень важно понимать, что избранные – это прежде всего самые дорогие, особенно любимые гости, которых ждет хозяин. И поэтому внимание в этой притче переходит от этой небольшой группы любимцев к гораздо более широкому кругу людей, которые в действительности сумели насладиться, вошли на этот брачный пир. У нас всегда возникают вопросы относительно людей, которые отказываются принять приглашение под благовидным предлогом. И мы пытаемся очень часто провести параллели. А вот в нашей современной действительности человек, который приобрел пять пар валов, чему бы это могло соответствовать? Это человек, который приобрел внедорожник и хочет на нем покататься. И так далее. Мы пытаемся осовременить притчу. Евангелие – это текст, который нужно прочитать, опираясь на само Священное Писание. И дело в том, что в книге «Второзаконие» в 20 главе есть удивительный ключ к этому эпизоду. Речь идет о том, что объявляется всеобщая мобилизация. Предстоит серьезная военная операция. И пророк, обращаясь к народу, при этом говорит, «Если среди вас есть те, у кого есть виноградник, но он еще не собрал первый урожай, пусть останется дома до тех пор, пока он не соберет свой первый урожай, тогда он присоединится ко всем. Если кто-то приобрел новый дом, но его еще не осветил, пусть он сначала осветит этот дом и тогда придет на войну. Иначе кто-то другой сделает за него это. Но этого не должно произойти. То же самое, если кто-то обручен, но еще не женился и не состоялась первая брачная ночь, тоже пусть он останется дома. Потому что то, что составляет повседневную жизнь человека, оказывается гораздо важнее, чем военные действия. Потому что, в конце концов, война – это же только лишь средство, это не может быть самоцелью. И ради чего? Ради того, чтобы создавались дома, для того, чтобы строились семьи, для того, чтобы возделывался виноград, для того, чтобы кто-то радовался его урожаю. Иначе все это теряет смысл. Итак, если речь идет о войне, то эти священные обстоятельства повседневной жизни являются уважительной причиной для того, чтобы не прийти на эту всеобщую мобилизацию. Впрочем, там есть еще одна интересная причина. Если ты малодушен, если тебе страшно, тоже сиди дома, иначе ты своим малодушем можешь заразить своих товарищей, и армия потерпит поражение. Поэтому малодушные тоже пусть сидят дома. Одно дело – военные действия, другие дело – праздник. Другое дело – тот момент, когда тебе нужно оказать гостеприимство. Во многих языках слово «гость» одновременно употребляется и к тому, кто оказывает гостеприимство, к хозяину дома, и к тому, кто приходит, кто приглашен. Поэтому священный закон гостеприимства возлагает определенные обязанности и на тех, и на других. И вот представьте себе, что можно отказаться идти на войну под предлогом того, что у тебя новый дом или молодая жена. Но если тебя приглашают в гости, то ты не можешь отказаться от этого. Все равно это оказывается таким жестом, который проявляет безграничное неуважение к хозяину и, в конце концов, является преступлением против этого священного закона гостеприимства. То есть тот подтекст, который здесь слушатели Христа прекрасно считывают. Другой момент. Среди тех, кто вошел на пир, оказываются люди, которые ходят по закоулкам, которые промышляют где-то за пределами города, на большой дороге. И вот именно они оказываются на этом празднике. И в этом списке тоже есть эхо к тем эпизодам Евангелия, которые мы с вами знаем. Например, перечисление хромых, увечных, нищих, слепых. Это как раз те люди, кого Христос советует приглашать первыми на твой праздник, потому что если ты приглашаешь только тех, кто тебе может отплатить той же монетой, тех, кто важен и поднимет твой престиж в глазах общества, то нет никакой заслуги. Это не является гостеприимством. Настоящее гостеприимство в том, когда ты приглашаешь вот этих отверженных, нищих, слепых, убогих, на которых никто не обращает внимания. И в конце концов, эта притча, помимо того, что она указывает нам на то, что на Перу в Царстве Небесном мы увидим гораздо больше людей, чем тех, кого мы ожидали там увидеть, она возвращает нас к мысли о том, что закон гостеприимства является священным. И может быть, возвращает к словам апостола Павла, который увещевает нас «Любите гостеприимство, как ваш праотец Авраам, и однажды ваше застолье посетит Господь». Гостеприимство – это священный закон. И поэтому в Евангелии возникает другой отголосок, когда Христос говорит «Будьте совершенны, будьте милостивы, как ваш Отец Небесный». Точно так же будьте гостеприимны в своем сердце, в своем доме, в своей семье, в стране, в которой вы живете. Будьте гостеприимны, как гостеприимен ваш Отец Небесный. На портале «Экзогет.ру» с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. «Экзогет.ру» инсанкт-петербурга. Т